всем привет с вами ирина добро пожаловать на мой канал сегодня начинаю снимать рукодельную неделю и на календаре у меня 2 апреля так сложились обстоятельства что у меня не было на канале итогового видео за март почему я так решила сделать да потому что с момента моего рукодельного влога который вышел предыдущем видео я мало вышивала и в итоге работы мало изменились поэтому я решила что ну а чего показывать одно и то же и уже наверное покажу вам в этом видео свои продвижения и буду продвигаться по процессу начать хочу я солнечного дня триолис и в своей группе вконтакте я составил такой мини план одним из пунктов которого на апрель было вышить эту работу до 80 процентов на 10 процентов я должна продвинуться потому что на данный момент у меня 70 процентов работы готова вот так вот она у меня выглядит и у меня вышит уже можно сказать вот угол все если смотреть на превью то вот здесь вот как раз уже все больше дальше вышиваться ничего не должно теперь у меня в планах вышить эту тыкву и возможно как раз таки тут практически 10 процентов прибавится хотя вряд ли вышью если эту тыкву то уже буду двигаться дальше и на меня будет ждать самое интересное в этом букете я специально так решила чтобы оставшиеся подсолнухи оставить на последний момент на самое вкусное потому что но мне нравятся эти яркие оттенки желтого и я хочу ими наслаждаться ну а пока что у меня вот так выглядит работа что я сделала с того момента когда последний раз показывала вам этот сюжет я вышила здесь фон здесь еще кстати нет бека он здесь есть как на самих сливках так и на тыковках но хочу дошить вот эту тыкву и уже тогда делать бэкстич и двигаться дальше вот смотрю на этот процесс и вроде бы не так много вышита как мне кажется а 70 процентов работы уже готово надеюсь что за апрель я 10 процентов вышью почему я так беру мало потому что работа достаточно большая и я не знаю сколько по времени я буду ее вышивать да вроде бы у меня в апреле отпуск и все-таки времени будет на вышивку больше но у меня на отпуск тоже есть некоторые планы и не знаю как дело пойдет так что не буду ничего загадывать взяла по минимуму 10 процентов чтобы было выше то работы ну а там посмотрим а куда может пойти вышивальщица приехав питер конечно же в леонардо ну и конечно же в эту поездку в санкт-петербург я не смогла пройти мимо леонардо у нас в кове нет таких крупных больших гипермаркетов рукодельных есть маленькие магазинчики но я в них редко захожу потому что там и цены достаточно кусачий и в принципе так близко например наборы постоять просматривать нельзя и вот в эту поездку леонардо я вышла всего лишь вот с двумя вот этими милейшими наборами от алисы мне они очень понравились как только появились в продаже такие милые снеговички они вызывают у меня просто полное умиление посмотрите как этот снеговичок нежно обнимает щеночка или вот этот снеговичок который обнимается мне кажется с тигренком но мне может казаться прекрасные сюжеты которые мне кажется всегда найдут применение в жизни я видела даже как вот этот вот сюжет использовали на вышивке детской одежды ну может быть когда-нибудь я тоже что-нибудь подобное сделаю но это кстати все мои покупки в леонардо да и там было очень много наборов я смотрела на набора от пана новинки особенно меня привлекала подушка с гортензиями но я сдержалась и не купила но зато я сделала заказ сделала я его в марте но пришел он ко мне в апреле поэтому я думаю можно показать его в этой рукодельной неделе потому что получила его буквально вчера это вот эти вот чудесные маки от овна как они мне понравились и я долго долго себя убеждала что мне этот набор не надо потому что в мире вышивки этот набор стоит порядка двух с половиной тысяч рублей плюс пересылка в общем я долго убеждала себя что не надо мне я обойдусь мне много наборов но потом на рукоделове я очень давно там не делала заказы но все-таки решилась так вот я сделала заказ на сайте рукоделов и там наборчик стоил даже до двух тысяч где-то мне обошлось 1700 вместе с доставкой что меня здесь удивило во первых нитки dmc да здесь не будет пнк имени кирова меня даже как-то поругивали в видео но пнк имени кирова я не очень люблю не могу сказать что они меня раздражают что все как я вижу пнк имени кирова я точно не буду вышивать набор но это не самые мои любимые нитки и когда я увидела что здесь будет dmc я обрадовалась плюс меня удивил цвет основы он серый но насколько я поняла здесь полная зашивка и да я понимаю что нитки на разной основе даже если это полная зашивка будет играть разными оттенками и смотреться по-разному но меня вот этот вот момент несколько удивил но цвет такой вот интересные основу я менять не буду какой здесь кстати каунт я так и не посмотрела 16 каунт 23 цвета входит в набор и сам размер работы готовы будет 25 на 31 сантиметр хотелось бы начать летом но не знаю вот такие вот у меня покупки я как-то неистово все покупала думаю что в ближайшем будущем покупочек будет меньше но там посмотрим это я так думала а что будет в реальности сказать пока что сложно вот пойду что-нибудь повышеваю из своих текущих процессов пожалуй ну что я продолжаю вышивать свой солнечный день атриолис и мне казалось что когда я вышью эту тыкву но на данный момент она у меня вот практически готова то у меня в процентном соотношении работа очень сильно подрастет но не тут то было это где-то два процента работы и это говорит о том что мне еще вышивать и вышивать да около 72 процентов работа у меня вышита и я у себя в группе вконтакте писала что хочу вышить до 80 процентов за апрель да не финишировать а хотя бы до 80 процентов работу продвинуть и пока пока мне еще вышивать и вышивать но на что я надеюсь я надеюсь что в скором времени я тыковку вышью здесь осталось не так много цветов а я с данным процессом последнее время работаю именно так то есть особенно с этими тыквами это очень удобно берешь какой-то цвет и вышиваешь на этом элементе все этим цветом потом меняешь ниточку и уже проделываешь то же самое так что думаю что тыкву я в скором времени закончу во всяком случае в следующем видео я вам ее покажу ну или хотя бы уже практически готова ее покажу ну и также буду вышивать фон фон вышивается всегда легко у меня в данным процессом и думаю что здесь тоже проблем не возникнет ну а дальше дальше будет ждать меня красота много ярких желтых зеленых красных оттенков то что нужно весной вот я решила взять себя в руки и повышевать вот эти вот акварельные розы от лука с не идет мне этот процесс вместе с замком от мережки самые такие желанные наверное процессы и почему-то вот застоприлась я я не вышивала этот сюжет уже давно и показываю вам для того чтобы напомнить вам как выглядит сюжет и как у меня выглядит процесс на какой стадии он находится чтобы потом вы могли оценить мои продвижения за неделю хочу немножечко его повышевать хотя бы наверное давайте так крестиков 300 поставить на этом процессе и вообще думаю по поводу того чтобы сделать вот следующую неделю когда отсниму этот ролик снять видео 7 дней 7 процессов у меня были подобные видео уже и я думаю что раз я насобирала 5 7 процессов то можно поснимать такой ролик заодно и все 7 процессов будут продвигаться вот ладно пойду повышеваю этот сюжет чтобы было что вам показать я как и обещала повышевала акварельные розы от лука с и у меня вышито порядка 300 крестиков хотя я большой разницы не вижу для меня это вот беда наверное слово даже не беда сложность этого процесса в том что я вышиваю вышиваю а вышитого вот как-то в крестиках прироста на конве не видно да здесь конечно не так-то много и выше то здесь порядка полутора тысяч крестиков вышито и где-то три с половиной процента от всей работы но хочется вот как-то видеть результат ну ладно я еще буду снимать видео 7 дней 7 процессов и этот процесс точно еще будет продвигаться также я вам говорила о том что у меня сложности вот с этим вот процессом мережка замок от мережки который я также хотела повышевать и начала еле-еле дождалась январских стартов и он у меня плохо продвигается но я тоже его повышевала вышивала я вот эту вот часть это у нас уже часть вот этой вот башни все благодаря тому что я вышила недавно вот здесь вот фон полукрестом и смогла расширить так сказать поле своей деятельности и вышивать уже на больших участках и да я решила повышевать чуть-чуть башенку потому что фон здесь достаточно темный и мне хотелось каких-то таких других оттенков хотя думаю надо заканчивать вот именно с полукрестом чтобы не было таких вот проплешин потому что вот несмотря на то что я тоже вышивают процессы здесь вышито такое неплохое количество крестиков сколько не знаю нету саги у меня все равно вот как-то нет четкой картины что именно я на данный момент вышиваю да вроде бы здесь вот этот вот участок вот виден что это вот вышивается здание но как-то вот чтобы видно был замок пейзаж пока не получается возможно связана эта сложность именно в продвижении с этого процесса с тем что целостности картины я не вижу и сюжет пока что не прорисовывается мне всегда тяжело начинать потому что я не вижу логических элементов и когда у меня уже процесс растет когда он уже переваливает там за 20 процентов и виден уже какой-то результат то все начинает идти гораздо быстрее и я вышиваю вообще и наслаждаюсь жизнью ну а пока есть некоторые сложности но это не все что я хотела вам показать в этом своих зарисовках есть еще один процесс который у меня тяжело идет это глицини от французских вышивальщиц и вот так вот они у меня выглядят до продвигаются не очень много и как-то медленно хотя тоже сюжет даже не то что выношенный там несколькими месяцами я желала его начать я хотела его начать очень давно просто годами мечтала о нем у меня уже были все собраны нитки дмс и вот оно случилось но пока что вот так выглядит процесс начинала его в марте и надеюсь что в апреле я ничего не начну хотя очень хочется ну а то что касается этого процесса то у меня раньше было только здесь зеленушка но я еще повышевала немножко зелени и даже сделала несколько крестиков сиреневыми оттенками ну не знаю надо тоже брать тебя в руки и вышивать этот процесс потому что он красивый он мне очень нравится и я давно не мечтала и он небольшой то есть если те сюжеты у меня прям такие огромные которые я вам показываю то это наверное самый такой маленький по крестикам вот но не знаю посмотрим ну а завершить свое видео я хочу процессами атриолис во первых это зимний чай который я усиленно вышиваю и на который у меня большие планы я хочу его закончить в апреле на самом деле там не так много крестиков полукрестиков осталось очень много бека в этом процессе удивительно много бэкстича для процесса от реолес у реолес не славятся своим количеством большим количеством бэкстича но в этот раз я считаю что для реолес в этом процессе очень много бэкка но ничего я его повышевала уже, и вы можете видеть, что у меня сверху уже достаточно так неплохо он вышит. У меня здесь, кажется, вообще вышит весь бэк. Надо, тут еще много бэка будет на фонарике. Ну, а дальше, дальше, я думаю, мне надо будет переставить пяльца, потому что я вышила все возможные полукрестики и крестики, которые вот выше вот здесь вот идут. Ну, тут вот есть еще некоторые про орехи, но все-таки будет лучше уже переставить пяльца и двигаться к финишу. У меня где-то 72% работы готова, и это не те 72%, как с моим солнечным днем от Реоли. Здесь в крестиках все гораздо меньше, где-то полторы тысячи крестиков, 600 полукрестиков, это для любителей статистики, ну и километры бэка. Ну, думаю, что справлюсь я с этим сюжетом и с этим процессом. И надеюсь, что планы мои осуществляться. Ну, и еще, конечно же, фаворит многих, это вот этот вот прекрасный, чудесный процесс. Это гибискус, который я люблю и который я с наслаждением вышиваю. Да, не устану это повторять, не устану удивляться этому факту, потому что шерсть я недолюбливаю. Ну, и то, что касается этого сюжета, то вышивать я уже стала и зелень. Дошла я до зелени и дошла я до края работы. Вот, вот здесь я вышиваю, вот часть зеленый участок вот этот вот. И вот здесь все. У нас уже граница работы, и я как-то так даже воодушевилась, хотя там, ну, мало вышито. 20% у меня всего лишь готово. Сюжет большой, 40 на 50, и я не торопясь его вышиваю, но когда сажусь, просто не могу оторваться. Вышивается легко, и ты садишься, вышиваешь, и также работа на глазах просто растет и преображается. Думаю, что буду как раз-таки сейчас вышивать вот этот вот участок зелени, чтобы уже как бы продвигаться выше, выше и выше. Не знаю, хватит ли мне пялец, чтобы дойти до угла. Но вышить угол это уже перспектива не такая далекая. Вот. Такие вот у меня продвижения по процессам. На этой неделе, наверное, не вышивала только свой осенний процесс, с которым у меня почему-то тоже не очень сильно складывается. Но надо брать себя в руки и его вышивать. Ну и в заключение хотелось напомнить вам о том, что у меня есть другие соцсети. Это и группа ВКонтакте, и профиль на Яндекс.Дзен, и Телеграм-канал. Все ссылочки вы можете найти в описании. Подписывайтесь, чтобы не потеряться. Что хочется сказать, что, возможно, видео будет выходить не только на Яндекс.Дзене, но и в группе ВКонтакте. Вообще, ВКонтакт мне как-то ближе. Мне там удобнее публиковать и посты, и фотографии. В общем, подписывайтесь, чтобы не потеряться. А на этом я буду с вами прощаться, но прощаться ненадолго. Всего лишь до следующего видео. Как всегда, по традиции, желаю вам легких крестиков. Всех люблю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok